Согласно данным отдела архитектуры и градостроительства Тимиртау, в городе насчитывается 157 улиц и 18 микрорайонов. Все они имеют официальное название или нумерацию, но некоторые районы и объекты города названы не аномастическими комиссиями, а самими горожанами. Мы решили посетить эти объекты, самозванцы, и выяснить, почему они получили народные имена. Первый объект находился вдоль нынешнего проспекта Мамышулы. В середине 1950-х годов, в годы строительства казахстанской магнитки, здесь раскинулся комсомольский городок, который все называли Тайвань. Застроен Тайвань был двухэтажными бараками. Это было быстро возводимое жилье из доступного строительного материала. Расселение в бараках было по комнатным, по типу общежития. Комсомольский городок, как остров степи, находился в отдалении и от восточной части города, и от той части города, которую мы сейчас называем Старой. Есть версия, что название Тайвань произошло по аналогии с китайским островом, который в 1949 году в результате гражданской войны отделился от Китая. Тимиртауская молодежь следила за этими международными событиями и запечатлила их, прозвав комсомольский городок Тайвань. Возможно, комсомольский городок получил такое прозвище за густонаселенность, характерную для китайского острова. Бараки строителей казахстанской магнитки были ликвидированы в 90-е годы, и самоназвание района тоже потихоньку ушло в прошлое. Мы едем по проспекту строителей. Сталинки, которыми застроен проспект, в городе называют болгарскими. Они не строились по болгарским проектам или из строительного материала, привезенного из Болгарии. Просто время строительства этого района Тимиртау совпало с пребыванием болгарской молодежи на казахстанской магнитке с 1957 по 1960 год. Потихоньку в обиход тимиртаусов вошло название «Болгарские дома», то есть район, где жили болгары. О болгарских строителях все давно позабыли, а вот сталинки в Тимиртау по-прежнему называют болгарскими домами. Горка Дружбы – единственный район Тимиртау, самоназвание которого стало официальным. Правда, изначально в середине 50-х годов его называли «сопка любви». Здесь было место романтических свиданий на танцплощадке в тени нескольких берез. В мае 59-го года комсомольцами города была предпринята попытка озеленения сопки любви. Сотни молодых людей с лопатами и саженцами высаживали будущие аллеи. По какой-то причине большинство деревьев не прижилось. Может, этому способствовали трагические события в августе 59-го года, начавшиеся в палаточном городке у подножия сопки любви. В 1975 году сопка получила официальное название, правда, менее романтичное – микрорайон Горка Дружбы. Мы в другом конце города – улица Колхозная. Именно здесь располагался район, который горожане называли Шанхай. Как известно, Шанхай – один из крупнейших городов мира. Финансовый центр Китая, застроенный небоскребами. Темиртауский Шанхай – это землянки и саманные домики, оставшиеся от старого поселка Самаркандского. В городе было два Шанхая – нижний, в районе 4А квартала, и верхний, недалеко от каменного карьера. Темиртауский Шанхай уходит в прошлое. На его месте выстраиваются современные коттеджи. В версиях происхождения веселого названия квартала Тру-ля-ля, одного из старогородских районов вдоль улицы Байгазеева, горожане расходятся. Кто-то утверждает, что квартал назван в честь огромной надписи Тру-ля-ля на одном из домов в середине прошлого века, оставленной неизвестным художником. Есть более романтичная версия, что в 50-х годах в этом районе, в бараках, расселяли освобожденных из Карлага. В их числе были и музыканты, которые еще в лагерном отделении создали свой ансамбль. В 55-м году, после освобождения, музыканты основали первый эстрадный ансамбль в Темиртау, позднее выступавший по всему городу. В честь этих музыкантов, их выступлений и танцев, организованных ими, район получил название Тру-ля-ля. Следующий район – 31-й квартал, или как его называют в народе – Дворянское гнездо. Говорят, что название этого района пошло от названия магазина Дворянское гнездо, давно работающего здесь. 31-й квартал застраивался в 50-е годы прошлого века. Вряд ли в эпоху социализма было утверждено столь чуждое советской морали название магазина. Более старая версия утверждает, что в этом уютном районе жило много городских руководителей, поэтому в шутку его прозвали Дворянское гнездо. Мы двигаемся дальше, на второй микрорайон. Как известно, Пентагон – это штаб-квартира Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, но только нефтемертал. У нас это многоэтажный жилой массив, весьма странным образом возведенный в центре второго микрорайона. Строительство второго микрорайона началось в начале 60-х годов. Застраивался он пятиэтажными хрущевками, а вот в конце 70-х на центральной площадке микрорайона, на которой соседние школы летом и зимой проводили спортивные состязания, стали строить дома улучшенной планировки. Нагромождение многоэтажек в центре второго микрорайона, с чьей-то легкой руки, стало называться Пентагоном. Самоназвание есть в Тимиртау и у одиночных объектов. Магазин «Курьи ножки» по проспекту Металлургов. Изначально крыльцо магазина опиралось на бетонные колонны, которые стали называть «курьими ножками». Сейчас колонны заложены, но название осталось. Шайба – так называют округлое здание кафе по улице Абая, напоминающее по форме хоккейный инвентарь. По проспекту Республики это дом Свичинского. В рамках государственной программы «Жилье 91» в конце 80-х – начале 90-х годов в Тимиртау было возведено много жилых домов, в их числе и десятиэтажка на первом микрорайоне. Говорят, что строительство этого дома было под прямым контролем директора Карагандинского металлургического комбината Александра Свичинского. В этой многоэтажке предполагалось жилье для руководителей завода и передовиков производства. Дом был сдан в эксплуатацию в начале 90-х годов. И несмотря на скорую трагическую гибель Свичинского, название дома прижилось. Еще один объект-самозванец – дом по проспекту Металлургов 20. Он был сдан в эксплуатацию в 1976 году и на тот момент был самым длинным домом во всей Карагандинской области. В девятиподъездной девятиэтажке располагалось 320 квартир улучшенной планировки. В народе этот дом прозвали «Китайская стена». Долгое время перед «Китайской стеной» зимой устанавливали новогодний городок с самой большой в городе горкой. Сейчас двадцатку, как еще называют китайскую стену в Тимиртау, с проспекта Металлургов закрывает долгострой. В Тимиртау есть еще пятачок, квартала БВ, Бродвей, МЖК и три сестры. Даже знакомые тимиртаусам названия «пятиэтажка» и «башмачок» совсем непонятны гостям города. Забавные самоназвания, как особенный язык общения, объединяют тимиртаусцев. Забавные самоназвания «Китайская стена» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok